Привет, друзья! Еду тренировать спину и хочу в очередной раз поговорить с вами на тему Много повторки против малоповторки Продолжают воины с каждой стороны биться Биться, зачастую приводя глупые бестолковые доводы с обеих сторон Недавно мне подписчик написал, чтобы я попросил папу Смита открыть комментарии в его инстаграм Ой, извините, в его ютуб канале Но я понимаю, почему папа Смит не открывает комментарии Потому что человек действительно уже все и всем доказавший С серьезным опытом выступлений и с опытом тренерским Ему просто-просто не хочется читать, видеть у себя на канале весь этот негатив тупых малолеток И я сейчас не поддерживаю папу Смита в плане его многоповторки Хотя это тоже имеет место быть Лично я, вы знаете, я против многоповторки на начальном этапе тренинга Да, многоповторка тоже может повышать ваши силовые показатели Но это не лучшая методика Не лучший подход для того, чтобы развивать свои силовые показатели А может быть даже и самый худший Но тем не менее, на начальном этапе, что бы вы ни делали, вы будете прогрессировать, будете развиваться По той простой причине, что ваши мышцы вообще, можно сказать, атрофированы Никогда не работали И я понимаю, почему инструктора дают сейчас многоповторку Согласитесь, на многоповторке сложно травмироваться На многоповторке проще чувствовать свои мышцы И проще доказать, что ты хороший тренер, инструктор Ведь мало кто может и умеет концентрированно работать О чем я говорю, вы поймете чуть позже Друзья, нужна и многоповторка, и нужна силовая работа Когда я сейчас буду говорить силовая работа Я буду подразумевать тренировку Направленную исключительно на рост силовых показателей Гипертрофия Это уже тоже силовой тренинг, но все-таки другой Поэтому, чтобы все мы понимали, кто о чем говорит А все противоречия сейчас возникающие Практически на 100% Только из-за того, что понятийный аппарат разный Когда мы говорим, к примеру, тренироваться до отказа А следующий ролик я сделаю про отказ Почему нельзя тренироваться в отказ, работая на силу Почему это глупо? Кто бы что там не говорил, как бы кто там не рос Ну что, друзья, мы поняли, почему многоповторку дают сейчас все инструктора Причина проста и банальна Это нежелание брать на себя ответственность за получение травмы И, что греха таить, чтобы грамотно войти в тренинг Необходима монотонная, рутинная работа А ты же должен показать себя как тренер-новатор Как тренер такой с индивидуальным подходом И когда ты на своих тренировках даешь практически одно и то же Отрабатываешь человеком технику приседаний, становых тяг Подтягиваний, брусьев Мне, кстати, пишут, с чего вы взяли вообще, чтобы брусья и подтягивания нужны С такими людьми я даже не общаюсь Ну потому что с тупостью и дебилизмом я не могу общаться И стараюсь в последнее время не вступать ни в какие споры Зачем? Я знаю, что плесень развивается спорами А я против размножения плесени И, друзья, когда я говорю о том, что мало кто Особенно девочки поначалу А многие уже и на среднем уровне Не могут концентрированно работать Я говорю о примере Дориана Ятса и Рони Коллимана Посмотрите на этих ребят Это, наверное, представители самого мощного И задавшие направление мощностному, монструозному бодибилдингу И Дориан мог бы показать еще больший результат Если бы тоже придерживался больше той методики Того подхода к тренингу, которому придерживался уже Рони Коллиман Также работая с огромными весами Но был всегда против отказа А что такое отказы и три типа разных отказа Что значит тренироваться в отказ, до отказа, за отказом Посмотрите обязательно видео мое Чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю И Дориан Ятс на закате своей карьеры Тоже признал это Сказав, что если бы он работал все-таки не в отказ, а до отказа И работал не на 6-8, а на 8-12 повторений То ему удалось бы избежать этих травм Которые, в принципе, перечеркнули карьеру Дориана Он порвал очень много мышц И, естественно, не мог уже быть конкурентоспособным А такие люди, как Дориан Ятс Они не могут выкладываться на 80-90-99% Нет, такие люди привыкли выкладываться, отдаваться телу на 101% Вот, друзья, как раз-таки мы и подошли к тому Почему многие из нас не чувствуют работу мышц Работая с более серьезным отягощением На 6-8-10 повторений, даже 12 И почему любят много повторков И почему я привел пример Дориана Ятса и Рони Коллимана Посмотрите на Дориана Ятса Это огромная сила Работа с огромными весами Но посмотрите и послушайте Тех людей, не многих, кому посчастливилось быть на тренировке у Дориана Ятса Как он работал Это подконтрольное, мощное движение Как робот Сравнивали его прям с роботом Потому что Дориан делал очень мощно Контролируя вес на поднимании и на негативной части движения на опускании На каждом миллиметре амплитуды Что же происходит в залах? Я, в принципе, сам был таким И зачастую сейчас часто делаю эту ошибку Вот наше эго нам мешает Мы путаем работу на силу и работу на массу с тяжелыми весами Работа на силу Вы не должны концентрироваться и задумываться о том Какая мышечная группа там чувствуется у вас, работает Нет Это четкое движение Четкая техника И основная задача Выжать вес Присесть вес Поднять вес Столкнуть вес Понимаете, мы не концентрируемся на ощущениях От какой-то отдельной мышечной группы Или мышечных групп в целом Которые участвуют Вовлечены в движение Но когда мы работаем с вами на гипертрофию С тяжелыми весами На 8-12 повторений Мы по ошибке делаем то же самое Мы стараемся именно выжимать вес А нужно концентрироваться на работе мышц Вы должны четко понимать, что вы преодолевая вес Выжимая его, если вы делаете жим лежа, к примеру Вы работаете за счет напряжения грудных мышц Поэтому очень часто есть такой совет И Арнольд советовал И многие другие Когда начинаете жать с груди Вы должны сначала напрячь Грудные мышцы Прямо напрячь И вы должны почувствовать, как штанга начала движение А потом уже подхватываете это движение Опять-таки мышечными группами Конкретно грудными И дожимаете И здесь ошибка Если многие еще пытаются работать так, как я только что описал Наступает в негативной фазе движения Особенно, когда многие блогеры Вроде бы и умные блогеры Начинают объяснять, что в негативной фазе движения Работают только окислительные мышечные волокна Якобы окислительные мышечные волокна не нужны Это тоже глупость Посмотрите на ноги велосипедистов Посмотрите, насколько они мощные Мощнее, чем у некоторых бодибилдеров Мышечные волокна Любые способны к увеличению силовых показателей И к гипертрофии Любое мышечное волокно, друзья И гликолитическое, и окислительное А любой силовик знает, что Силу конкретно растят негативы Когда вы четко, конкретно работаете В негативной фазе движения Что это значит? А это значит, опять-таки, на примере жима лежа Когда вы выжали штангу в верхнюю точку амплитуды Вы не должны за счет силы тяжести За счет расслабления мышц Опускать гриф вниз Грубо говоря, просто бросать вес И ловить его внизу Это ошибка Это вы воруете, обкрадываете себя Как минимум на 50% Движение вниз Негативная фаза движения Должна быть не за счет расслабления мышц А четко за счет напряжения То есть, поднимая штангу вверх Всем понятно, что нужно напрячь мышцу И сделать это за счет мышцы Так вот, друзья Опустить вес тоже нужно за счет напряжения мышц Вы это должны четко чувствовать Понимаете разницу? А когда вы делаете это На не такое большое количество повторений Скажем, в среднем на 8 повторений Вам хочется поработать серьезным весом И мы больше, опять-таки Работаем в стиле силового тренинга Нежели гипертрофированного Задумываясь именно о преодолении веса А не о работе мышц Другое дело, когда вы взяли вес поменьше И вам сказали делать 20 повторений Или больше, как советует папа Смит Хотите вы того или нет Уже на 12-13 повторении Когда мышцы начнут закисляться Когда они устанут Вы начнете чувствовать работу этих мышц А так как вес небольшой Вы не будете думать о том Как бы поднять этот вес Вы все равно будете сосредоточены На тех болевых ощущениях Которые, хотите вы того или нет Появляются в ваших мышцах Так вот, друзья Послетренировочная боль Которую многие ждут Не так важна И вот эти ощущения послетренировочные Не так важны Когда вы тренируетесь на гипертрофию Как ощущения во время работы И в негативной, и в позитивной фазе движения Понимаете? Надеюсь, что понимаете Почему я сейчас еще не отвечаю На многие негативные комментарии Люди вроде бы пытаются тоже размышлять Говоря мне какие-то вещи Что я якобы глуп А потому что пишут реально чушь С которой мне даже не хочется Вступать в дискуссию И что приятно Вы, подписчики мои Кто уже давно читаете мои статьи Смотрите видеоблог Сами отвечаете на эти глупые высказывания Высказывания вот этих выкидышей От фитнес-бизнес-индустрии Которые поначерпают знаний немножечко И думают, что они уже эксперты Но вглубь вопроса мало вообще Кто вникает, кто смотрит Поэтому друзья Спасибо вам, что смотрите канал Спасибо, что присылаете хорошие качественные вопросы Не забывайте, что сейчас Особенно если вы инструктор Взяли на себя ответственность, смелость тренировать других людей Есть возможность у вас Приобрести две мои книги В электронном формате Для мужчин и для женщин Отдельно Каждая книжка всего 25 долларов Вы почерпнете Я вас уверяю, гарантирую Массу полезной информации Которую вы не встретите Больше нигде В других ресурсах И если вы хотите понимать Что, для чего и как вы делаете Особенно повторяю Если вы тренер, инструктор Вы обязаны прочитать эти книги Просто хотя бы для того Чтобы сравнить, что вы делаете Проверить свои знания И может быть даже Опровергнуть то, что я пишу в этих книгах Попытаться Но Все, что там описано Это в первую очередь практика Более чем 25-летняя практика Тренинга Которая подтверждена уже Не одним десятком И не одной сотней моих учеников И, как я всегда говорю Практика лучшей теории Теория без практики, друзья Это гниющий, вонючий труп Что хочу сказать еще По поводу работы Четко понимаете Когда вы работаете На развитие силовых качеств Естественно Нужно делать это только В базовых движениях Четко понимайте И чувствуйте работу Ваших мышц Когда вы работаете На гипертрофию Не важно Прорабатываете вы Медленные мышечные волокна Прорабатываете вы Окислительные Или промежуточные Также помните Что Тренинг на выносливость Это тренинг Мышц Чтобы в них было Как можно больше Вылетело из головы Меофибрил Метохондрий Метохондрий Потому что Чем больше Метохондрий Тем Легче И быстрее Они перерабатывают Продукты распада Тем меньше Закисляется мышца Самый лучший пример Это сердечная мышца Которую Тренировать не нужно Которая Бегом Не тренируется Тренировать Сердечную мышцу Нужно только Людям Занимающимся Специфическими Видами спорта Таких Вообще Единицы Их даже Очень много Пальцев на одной руки Чтобы пересчитать Это И поверьте Вам это не нужно Сердце Развивается Вместе с вами Если это нужно Если вы тренируетесь Оно Подстраивается Под вас Все равно Иначе Мы бы все Не доживали Там До определенного Даже возраста Поймите Сердце Это идеальный Орган Который Целиком И полностью Состоит Из окислительных Мышечных Волокон Поэтому Оно Никогда Не закисляется Никогда Не устает Это Уже Гарантированный Орган Который Не требует Специальной Проработки Другое Дело Что Необходимо Делать Кардио Классическое Кардио Как разминку И как заминку До и после Тренировки Соответственно Это уже тоже Другой вопрос Но если Кто-то пытается Делать Кардио С точки зрения Тренировки Сердца Ну это Просто Смешно Друзья Потому что Кардио Никоим образом Не способствует Развитию Тех самых Митохондрий В наших Мышечных Волокнах Никоим образом Да Может быть Вы Как-то Немножечко Улучшите Свою Выносливость На какой-то Процент Но это Даже не сравнится С тем Если вы Целенаправленно Займетесь Развитием Выносливости Тренируя Мышцы Определенным Образом Как это делать Есть у меня Видео Статьи Читайте Смотрите Силуянова Он Более Подробно И грамотно Об этом Говорит Потому что Я тоже Узнал об этом От Силуянова Чему Очень Благодарен Ему Что очень Сильно Повысило Мою Выносливость Ведь Вы знаете Я играю В хоккей В Америке И Очень Было Сложно Мне Поначалу С такой Массой Я уставал После 15 Минут Уже Но Именно Благодаря Этой Методике Развития Выносливости Я Играю Иногда Две Игры Подряд Можете Себе Представить Конечно Общая Усталость Появляется Но На льду Я не Устаю Так Чтобы Мне Прям Упасть И Умереть Как Это Было Раньше Друзья Какие У вас Есть вопросы По поводу Отказа Присылайте Их Пишите В комментариях Обязательно Чтобы я Учел Их При Следующем Видеоролике И помните Самый Лучший Пример Того Что Тренинг В отказ Убивает Вас Вспомните Времена Когда не было Автомобилей Когда мы Передвигались На лошадях Можно Было Иметь Самую Лучшую Самую Быструю Скоростную Лошадь Но Если Вы Отправитесь В путешествие В очень Экстренное Путешествие Когда вам Нужно Максимально Быстро Будет С одной Точки Перебраться В другую Точку Как Думаете Почему Существовали Станции Специальные В которых Вы Меняли Лошадей Да Все Правильно Возьмите Лошадь И Гоните Ее Гоните Пока Она Не Сдохнет То же Самое Происходит С вашим Организмом В целом Не только С мышцами Когда Вы Тренируетесь В отказ Опять Таки Говорю Не до Отказа Потому что До отказа Тренироваться Можно И нужно А когда Вы Тренируетесь В отказ Или За отказ Это То же Самое Что Загнать Лошадь Которая После Этого Ну что Друзья Спасибо Что Смотрите Увидимся Как всегда В тренажерном Зале Думайте Всегда Головой И Будет Вам Друзья Счастье В виде Крепкого Здоровья Красивой Фигуры Если Вы Девушка Мощного Сильного Тела С Массивной Мускулатурой Если Вы Парень Всем Пока Я Пойду Тренировать Самую Главную Мышечную Группу Это Спина Группу Этого Мышь К Мышь С